Мир вам, братья и сестры! Давайте прочитаем к Евреям 12 глава со 2 стиха. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегавший по срамлению и воссел, одеснуя престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою порыгание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите о претерпевшем такое над собою порыгание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это по-настоящему прекрасное время. Господь дарует нам собираться здесь. И знаете, иногда мы забываем, зачем мы сегодня пришли сюда, братья и сестры. Если я зайду каждому сегодня в этот раз, зачем я пришел сегодня? Есть ли сегодня что-то особенное? Если, может, спросишь детей, они скажут, ну, мои родители сегодня привезли меня. И я из-за этого и здесь. Кто-то может сказать, ну, жена меня привела сюда. Кто-то, может быть, другой скажет, ну, сегодня хлебопреломление, это ближе. И люди говорят, ну, хотя бы один раз в месяц нужно прийти хотя бы на хлебопреломление. Есть ли у нас глубокое понимание каждый раз, когда мы подходим к хлебопреломлению, к нашему пониманию, зачем мы здесь? Или мы, может быть, просто легкомысленно думаем, приходим, говорим, ну, сегодня это день, мы делаем это каждый месяц, и оно просто становится обыденно для нас. Но сегодня это особое время. Зачем я? Зачем ты? Зачем каждый из нас пришел сюда сегодня? Кто-то сегодня может скажет, ну, я пришел сюда, потому что, как бы, хлебопреломление, и что надо делать на хлебопреломлении, это, может быть, заставить себя, может быть, даже заплакать, может быть, как-то плохо чувствовать о себе, может быть, подумать об Иисусе Христе, и на этом все. Но это не самая главная задача, для чего Иисус Христос пришел в этот мир, для чего Он умер, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы изменить нашу жизнь. И сегодня каждый из нас должен задать себе этот вопрос. Когда я прихожу на это великое событие, на это хлебопреломление, меняет ли это мою жизнь? Приближаюсь ли я ближе к Нему? Отставляю ли я грех в моей жизни и приближаюсь ближе к Нему? Или стало это, может быть, просто что-то обыденное? То, что я сделаю, это всегда в моей жизни, я глубоко не думаю об этом. Иисус Христос пришел, чтобы изменить нашу жизнь. Изменяет ли то, что мы делаем здесь сегодня в моей жизни? И как мы здесь прочитали, это прекрасное местописание, которое говорит об Иисусе Христе. О том, что мы должны сегодня делать, мы читаем, что Павел здесь говорит, что многие люди, которые ушли с этого мира, они видят все, они смотрят это. И смотря на все это, Он говорит, взирая на начальника, взирая на начальника. И может быть, смотря сегодня на начальника, смотря сегодня на Иисуса Христа, мы сегодня должны задать себе вопрос, на что сегодня я смотрю? Что сегодня главное на том, что я размышляю, на том, что, может быть, я мечтаю, мои мечты, может быть, мои желания? Здесь написано, взирая на начальника. По-настоящему ли мы можем сказать сегодня, что мы сегодня взираем, мы сегодня смотрим на Иисуса Христа? Сегодня многие люди в этом мире, они смотрят на все. Они смотрят на этот мир, они, может быть, смотрят то, что происходит, или что распадается этот мир, и они, может быть, смотрят на то, что, и дело самое главное, может быть, их жизнь, может быть, распадается сегодня их здоровье, может быть, что-то происходит в их жизни, и они видят это, и они не видят Иисуса Христа. Но здесь мы читаем, написано, взирая на начальника. Иисус Христос, Он главный, Он видит все, и Он знает все. И это самое главное в нашей жизни, чтобы мы смотрели на Иисуса Христа, взирая на Него, помышляя, размышляя, чтобы это меняло нашу жизнь. И смотря на Иисуса Христа, чтобы мы сегодня увидели свою жизнь, то, что происходит у нас, переживание, но не просто остановиться на этом, но прийти к Иисусу Христу, Который меняет все. Мы дальше читаем об Иисусе Христе, что Он, когда Он жил в этом мире, Ему люди должны были поклоняться, у Него была вся слава, у Него было все, но Он оставил все это, и Он пришел служить людям в большинстве, которые не приняли Его, которые ненавидели Его. И у Него были эти переживания в Его жизни, были эти страдания, как мы здесь прочитали, что Он не смотрел, что Ему принадлежала эта радость. Но Иисус Христос, Он выбрал страдания, и Он выбрал крест, Он выбрал правильный путь. Братья и сестры, если мы сегодня посмотрим на нашу жизнь, что мы сегодня выбираем в большинстве? Мы выбираем, может быть, радость, может быть, мы выбираем какой-то фан в нашей жизни, и это самое главное. Моя жизнь, она построена на том, чтобы иметь самое много удовольствия в жизни, и все, что мешает моему удовольствию, я буду убирать это с моей жизни. Но Иисус Христос призывает нас, чтобы мы выбирали этот узкий путь, и в этом узком пути будет страдание, будет мучение, будет, может быть, какое-то отвержение от людей этого мира. Иисус Христос, Он выбрал это, и Он говорит, ты должен выбирать это, ты не всегда должен просто выбирать какую-то, может быть, радость мгновенную, которая приходит и уходит, ты должен выбирать и идти по этому пути, которому я прошел. И Иисус Христос является этим великим примером для нас. Многие люди, они именно видят Иисуса Христа именно такого, они принимают Иисуса Христа, но они видят Иисуса Христа, который дает просто фан, дает какую-то, может быть, радость, который, может быть, в конце моей жизни, Он не пошлет меня в ад, из-за этого я следую за Иисусом Христом. Но это тоже неправильный подход, это не то, для чего умер Иисус Христос. И когда мы смотрим на это, как я уже говорил в начале, есть много причин, почему люди сегодня приходят, просто по обычаю, просто потому, что их заставили, но это будет трагедия, братья и сестры, если мы сегодня придем на это место, если мы сегодня будем участвовать, будем петь, будем слушать проповеди, и мы уйдем такими же людьми. Как я говорил в начале, задача Иисуса Христа, задача всего этого, чтобы мы менялись, чтобы мы приближались ближе к Иисусу Христу. Иногда, как я уже говорил, много есть причин, многие люди собираются, может быть, просто подумают о себе, как у них трудно в жизни, но Иисус Христос говорит, посмотрите, посмотрите на Меня, Я прошел через эту жизнь, Я победил все, Я победил все искушения, И Я победил смерть, Я сегодня даю эту победу тем, кто верует в Меня. Сегодня, если мы сегодня задаем себе вопрос, мы видим жизнь, которую прожил Иисус Христос, мы видим все эти страдания, все это мучения, для чего Он это сделал? Чтобы мы просто жили, может быть, что-то существовали просто в нашей жизни. Мне очень нравится это высказывать одного человека, он сказал, «Стоит ли смерти Христа те вещи, для которых ты живешь?» «Стоит ли смерть Христа для тех вещей, для которых ты живешь?» Если мы сегодня проверим нашу жизнь, для чего мы живем, наши ценности, то должны сравнить это с жертвой Иисуса Христа. И, наверное, много вещей, которые мы делаем, размышляем, они все пустые. Иисус Христос не умер для этого, чтобы мы жили пустой жизнью, но чтобы жили полноценную жизнь для Него. Проверим сегодня нашу жизнь. Что в нашей жизни? Чем мы наполнены сегодня? Сегодня давайте будем наполнены Иисусом Христом, помышлять о Нем, помышлять о том, что Он сделал для нас, и получать силу в этом. Сегодня мы смотрим на крест, сегодня мы смотрим на то, что сделал Иисус Христос. Это сегодня показывает нам, как страшен грех, братья и сестры. Как страшен грех, потому что мы считаем, что возмездие за грех – смерть. Иисус Христос, Он вкусил эту смерть за нас, Он дал нам эту сегодня победу. Но мы видим сегодня Его мучения, мы видим сегодня это вино, мы видим сегодня это хлеб, что Он был мучен за нас. Были эти искушения в Его жизни, но Он победил. Знаете, перед Иисусом Христом, перед тем, как Он пришел в этот мир, было намного сложнее для тех людей, которые жили перед Иисусом Христом. У них были жертвоприношения, но это было намного сложнее. Эти люди, которые, может быть, имели какую-то овечку, которые, может быть, выращивали ее, они однажды брали ее, они несли, может быть, долгое время, они приходили в храм, они отдавали этого анкса, и этого анкса они убивали. Может быть, там были крики, там был кров, и они видели все это. И это делало какое-то впечатление в их жизни, когда убивали этого животного, они думали о грехе, они думали, что они сделали что-то неправильное. Но знаете, братья и сестры, проходило время, и что? Это животное, которое, может быть, жило с ними, это агнец, это овечка, они забывают. Знаете, братья и сестры, в нашей жизни, когда, может быть, у нас есть какие-то животные, может быть, какая-то кошка, какая-то собака, и когда она умирает в нашей жизни, мы чувствуем очень плохо, некоторые люди даже могут плакать, они сожалеют, ну что, проходит время, и мы забываем об этой собаке, об этой кошке. Знаете, некоторые иногда даже покупают такую же, под такой цвет, чтобы даже дети не заметили, и оно все проходит. И мы именно об этом читаем, что евреям 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех». Да, это может быть, делает какое-то впечатление, это то, что животное умирает, но оно все проходит. Она не может забрать этот грех, но, братья и сестры, Иисус Христос, Царь Царей, Он пришел в этот мир, Он дал в жертву свое тело. Это то, что мы никогда не можем забыть. Это когда Сам Бог сошел в этот мир, страдал в этой жизни, показал нам этот прекрасный пример, дал нам эту победу, и сегодня говорит, что ты должен идти вперед и делать тоже. Не ожидать, чтобы в нашей жизни будет все хорошо, в нашей жизни будет испытание и мучение, и какой-то дискомфорт. Но Иисус Христос, Он прошел через все это и дал нам победу, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебегавший посрамление и воссел, одеснуя престола Божия. Помыслите о претерпевшем, такое над собой опорогание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими. Аминь, братья и сестры. Аминь. Помолимся. Спасибо.